Прошлую лекцию меня дублесно и мужественно отведу, ответшие ее ведущие все-таки попросили перезаписать, поэтому на ютубчике появится в моем исполнении все то же самое. Можете посмотреть. Правда, как выяснилось, я примерно столько же рассказал, сколько Володя, поэтому, видимо, план был слишком большой. Тем не менее, для того, чтобы быть окончательно спокойным, я начну, естественно, с повторения, как это обычно бывает, краткое содержание предыдущих серий. Ну, во-первых, объектом системы является в первую очередь файловый объект, каталог, файл, специальный файл, все, что может встретиться в файловой системе. Скринка включена. Скринка включена. Мы его делаем таким. Поехало. Вот. Еще раз, да, объектом системы является все, что мы можем встретить в файловой системе, файловый объект, файл, каталог, спецфайл, всякое такое. Вот. Для удобства, как мы говорили, есть виртуальные файлы системы, которые представляют в виде файлов текстовых всякую информацию о системе. Вот. На самом деле никаких этих файлов нигде нет, это просто такой, ну, драйвер. Вот. Субъектами системы являются процессы. Когда мы говорим о правах доступа и вообще о способах доступа, мы говорим о доступе процесса к файлу. Вот. Чтобы посмотреть список процессов... Да, чтобы посмотреть список процессов PS, мы используем команду PS. Правда, PS без параметров выдаст только те процессы, чей стандартный вывод связан с текущим терминалом. Вот. Вот это вот все процессы, которые есть. Чтобы более покрасивших выдать, можно сказать, PS минус E. Чтобы при этом длинные командные строки, которые залезают за конец экрана, показывались, можно, кажется, добавить сюда парочку букв V. Вот. От слова white. Теперь вот каждая строка занимает все. И по выдаче команды PS, которая, кстати сказать, раньше ходила прямо в мозг ядра, но уже довольно давно, вместо того, чтобы ходить в мозг ядра, просто особым образом проглядывает каталог слэш-проц, в котором вся эта информация содержится. Вот, кстати, в Proz есть прекрасный, 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 прекрасный подкаталог селф. Это подкаталог, отвечающий параметрам текущего процесса. В данном случае, видимо, это будет процесс Ls. Вот. Кстати, интересно. Селф. Думаете, я не знаю. Симделайн. Нет, это вот этот процесс. Давайте посмотрим, чтобы было понятно. Вот Симделайн, с которым запущен этот самый процесс. Так что да, это именно вот. Понятно, что когда процесс открывает нечто, нечто... Это его процесс ID, какой мы не знаем, можно, кстати, было посмотреть. Ну да. Ладно, это я углубился, а это было повторение. Значит, итак, вот из команды PS видно сразу все, что мы хотим знать про процессы, а именно, это PS-EF, если меня не изменяет склероз, а именно, какому пользователю он принадлежит этот процесс, какой у него процесс ID, кто является официальным отцом этого процесса, вот, сколько времени он уже работает в системе, как правило, нисколько, потому что они все висят, они все спят, вот. Только некоторые процессы, вот, например, вот этот Firefox, запущенный где-то там, уже целые 2 минуты процесса на время и 13 секунд отъел. Вот. С какой командной строкой он был запущен? Кстати сказать, вот эту часть можно просто подменить. Вот. В Altwinux даже есть, по-моему, программа RuneS. RuneS. Нужно иметь такую. Смотрите сюда. Это программа PS-EF. Только она теперь называется вот так. Смотрите, если вы программируете на оси, то все это очень просто. У вас есть argv. Argv0, argv1. Вы можете это argv взять и в памяти перебить. Вот это ровно оно. Довольно удобно, если, скажем, в вашей программе передали в командной строке какие-то параметры, которые вы не хотите всветить в таблице процессов, взять и, значит, носовать туда, что хотите. Вот такое. Ну вот, вы меня поняли. И вот этот идентификатор процесса, хозяин процесса, идентификатор родительского процесса, открытые файлы, переменные окружения, которые нам выводят... А, просто ем, да? Да, елки-палки. Вот, да. Потому что сет выводит еще и функции, которые нам выводят... Что это она сделала? А, она тут решила, что... Просто ем тоже плохое. Видите, что он сделал? Он их вывел на экран эскейп-последовательности. Тогда лучше вот так. Вот. Ну, тут уже пошли функции. Вот сет выводит все переменные окружения. Функции, кстати, эти заданы тоже. Короче говоря, все... Что все то окружение, которое для себя создал процесс, при порождении нового процесса с помощью форк-экзека, наследуется. Таким образом, мы получаем довольно жесткую систему, когда все процессы, порожденные одним и тем же пользователем, принадлежат этому пользователю. Теперь осталось только ввести так называемую субъектную политику прав доступа, при которой все объекты системы помечаются как принадлежащие тому или иному субъекту. И таким образом мы разделяем права доступа хозяина, то есть такого процесса, у которого идентификатор процесса совпадает с идентификатором пользователя у файла. И всех остальных, права доступа для всех остальных, при которых идентификатор пользователя у процесса не совпадает с идентификатором пользователя у файла. Поверх этого мы накладываем множественного субъекта, так называемой группы, которые на той множественной, что один и тот же пользователь может быть членом сразу нескольких групп, и наоборот, в каждую группу может сходить сразу несколько пользователей. И получаем не двухступенчатое разделение прав доступа, а трехступенчатое. Права для хозяина. Соответственно, у каждого процесса будет идентификатор пользователя и целый список групп, членом которых этот пользователь является. А у каждого файла будет идентификатор пользователя и идентификатор группы, которой этот файл принадлежит. Соответственно, определение прав доступа будет выглядеть так. Сначала мы будем сравнивать идентификаторы пользователя процесса и файла. Если они равны, значит, мы пользуемся правами доступа для хозяина. Если они не равны, мы сравниваем, является ли пользователь, запустивший процесс, членом одной из групп, которой принадлежит данный файл. Если да, то мы пользуемся правами доступа для группы. И если ни то, ни другое не верно, то мы пользуемся правами доступа для всех остальных. Что, собственно, и подтверждает команда ls-l, которая для каждого файла выводит его тип. И три триплета, вот этот первый, называемый буквой u, user, относится к хозяину. Второй, называемый буквой g, относится к группе. И третий, называемый буквой o, other, относится ко всем остальным. Вот, тут есть, по-моему, нет, значит, каталог dir. Вот, видите, l.a. Давайте посмотрим. Вот, видите, он принадлежит группе CD-Ryper. Вот, пожалуйста. И вот права доступа вот такие. Это, кстати, сидгидный каталог, то есть, когда мы записываем файл в этот каталог, у него автоматически группа меняется на такую, в которой принадлежит каталог. Вот, смотрите. Date. Dir. New file. Казалось бы, файл должен получить у пользователя Python группу Python, потому что так по умолчанию устроено, но нет. Но нет, потому что, на самом деле, это... Слушайте, я опять сделал слово new file. В прошлый раз был тоже new file. New file 2. Вот. Но нет, потому что при создании файла в каталоге, у которого есть bit.set.gid, он становится принадлежащим данной группе. Я могу это сделать, потому что пользователь Python является членом группы CD-Ryper. С помощью команды ch-grp я могу поменять любому файловому объекту, который принадлежит мне, группу на какую-нибудь из тех, к которым принадлежу я. Ну вот. Значит, проверка прав строгая. То есть, если идентификатор пользователя у процесса совпадает с таковым у файла, то используется первый триплет. Даже если первый триплет, ну, условно плохой, и там, согласно нему, ничего нельзя делать, а, например, второй триплет для группы условно хороший, то все равно, если уиды совпали, значит уиды. Значит, первый триплет. Если гид файла входит в одну из групп, совпадает с одной из групп, с членом которым является пользователь, то второй триплет. И если только ни то, ни другое не является истиной, вот тогда третий. Вот. Отдельная тема. Да, значит, RVX триплет этот, это трибита. Соответственно, довольно часто вот это представляется как восьмеричное число, ну, вернее, как двоичное девятизначное, ну, или восьмеричное трехзначное число, где каждый RVX превращается в одну восьмеричную цифру. Вот. Ну, например, вот это, это будет 7. Что, 5.5, да? 7.5.5. Нет, это R4, V2. V2, R4. Да, 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 так что 7.5.5. Вот. Это типично для каталога, а для обычного файла типично 6.4.4. Вот. Теперь, значит, относительно прав на каталог. Что такое запись в файл, чтение из файла и использование X файла, мы знаем. Использование это запуск файла как программа. Вот этот файл CC можно запустить как программа. Вот. Только не нужно, там, кажется, не лежит ничего хорошего. Это остатки моей как раз перезаписанной лекции. Вот. А что такое права на чтение, запись и использование каталога, стоит пояснить хотя бы коротко. Значит, чтение... Значит, что такое каталог? Каталог – это файлы объекта особого вида, содержащий списки файлов и ссылки на их индексные дескрипторы. Соответственно, чтение каталога – это доступ на чтение к списку файлов. Запись в каталог – это изменение этого списка файлов. А вот использование каталога BitX – это возможность получить доступ к иноду, то есть возможность совершить преобразование между именем и инодом. Вот. В частности, использование каталога требует... Вернее так, каталог можно сделать текущим только в том случае, если вы его можете использовать. CD-то можно сделать в этот каталог, только в том случае, если BitX для вас разрешен. Вот. Получаются такие хитрости, которые я показываю, я думаю, на лекции показывались, когда, значит, в каталог, у которого R запрещен, но X разрешен, вы оттуда можете прочесть любой файл, если знаете, как он называется, потому что списка вы получить не можете. И наоборот, если BitX запрещен, BitR разрешен, то вы можете только посмотреть список файлов, а даже их свойств, не говоря уже о доступе внутрь файла, вы не получите, потому что нельзя. Вот. По этой же причине вы не можете сделать CD в этот каталог, потому что запись точек, которая за него отвечает, она тоже вам не доступна. Ну вот. Эта схема очень хорошая, за исключением того, что у нас есть много разных пользователей, и совершенно непонятно, каким способом этих пользователей много, если при порождении одним процессом другого процесса у нас всегда один и тот же идентикатор пользователя, он наследуется. Ответ очень простой. У нас есть доверенный субъект в системе, так называемый root, он же UID0, который плевать хотел на все эти ограничения доступа. И с помощью процесса, который имеет UID0, может делать что угодно, единственное, что он не может, это запускать незапускаемый файл. Запускать незапускаемый файл он не может. Зато он может поменять и установить bit.x на незапускаемом файле и сделать его запускаемым, а потом запустить. Вот. Это первое свойство процесса, запущенного доверенным субъектом, root. А второе свойство, в системе есть специальный вызов situit. Ну их там несколько, да? Там еще есть execute, but it, но это уже не важно. Специальный системный вызов, который позволяет процессу, если ему это разрешено, поменять идентификатор пользователя на другой. Обычному пользователю нельзя. Процессу, если у него соответствующие права есть, можно. Вот. Так что мы получаем схему с доверенным субъектом, и этому доверенному субъекту, как раз, разрешено делать все. Вот. А, я забыл сказать про биттенокаталоги. Такая небольшая подробность. Если у вас есть каталог, в который вы можете писать, это значит, что вы можете модифицировать список его имен в нем. Это значит, что вы можете удалить оттуда любой файл, в том числе и вам, не принадлежащий вообще. Вот. Что бы этого ни происходило, на публичных каталогах типа TMP на публичных каталогах типа TMP, видите, он RVX, RVX, да, то есть любой может писать, читать, писать, читать. Используется дополнительный атрибут, так называемый sticky bit, я уже не помню, какой он по номеру, 12-й, 13-й, или наоборот, 10-й, вот, который ровно то и делает, что в этом каталоге действительно кто угодно может создавать файлы, видите, разные пользователи здесь, как минимум Python и Root, вот, действительно кто угодно может с ними что угодно делать, единственное, что нельзя делать, это удалять чужие файлы из такого каталога, и вообще иметь к ним доступ, вот, переименовывать их, то есть ограниченный доступ на запись в каталог, вы можете работать только с теми файлов, которые принадлежат вам. Вот такие дела. Что же касается доверенного пользователя, то даже в этом случае, даже при наличии доверенного пользователя, у нас есть проблема, когда конкретным пользователям для конкретного действия требуется временно изменить свой идентификатор на какой-то другой. Ну, например, на лекции приводился пример команды Ping, которая должна послать в сеть, открыть так называемый RAW-сокет, по-моему, и послать туда пакет уровня IP. Вообще, обычному пользователю нельзя послать пакет уровня IP, иначе он такого интересного наделает. Поэтому такая программа должна получать дополнительные привилегии при запуске. Каким способом это регулируется? Классический способ это сделать так, чтобы конкретный процесс в момент его запуска получил другие права, не такие, то есть его окружение должно быть каким-то образом модифицировано, чтобы, скажем, поменялся User ID. Ну и вот, например, Ping, как он устроен. Смотрите на его права. Во-первых, он запрещен на что-то, кроме запуска всем пользователям, ну, кроме РУДА, про которую все понятно. А во-вторых, в поле для РУДА, для хозяина, вместо бита X стоит буквочка S, которая на самом деле прикрывает собой бит X, там бит X тоже есть, то есть сейчас 0, 1, 2, 3, 4, 5, шестой бит в атрибутах этого файла равен единице. А еще у этого файла есть 11 или 12, не помню, какой-то там еще бит, который тоже равен единице, это так называемый setUID бит, видите, красненьким его LS раскрасил. И в случае, если вы запускаете ситуидный процесс, у получившегося процесса идентификатор пользователя будет равен не идентификатору пользователя родительского процесса, а идентификатору пользователя файла. Такой простой механизм. Вот если у вас есть ситуидный запускаемый файл, то запускаемый из него процесс получит идентификатор пользователя этого файла. Как вы понимаете, довольно опасная штука, если мы найдем уязвимость в программе PIN, например, способность выполнить любую команду, то мы выполним любую команду с правами, извините, суперпользователя, на чем, собственно, безопасность системы можно считать закрытой. Вот. Поскольку это довольно опасная ситуация, есть два пути, собственно, ее избежать. Во-первых, избегать вообще ситуидных файлов, как таковых, тем более, ситуид.ru. Это можно сделать, если вспомнить, что помимо ситуида в системе есть еще ситгид, вы можете взять и на время поменять идентификатор группы запущенного процесса. Причем это может быть идентификатор группы, ну и это имеет смысл только тогда, когда идентификатор группы запущенного процесса не равен ни одной группе, членом которому является пользователь. И тогда вы получаете уникальную ситуацию. Процесс, который вы запускаете, является членом такой группы, которой пользователь членом не является. То есть этот процесс получает некоторые права, связанные с вот этим вторым триплетом, которым может воспользоваться только суперпользователь или этот процесс, и больше никто. Ну, если только есть еще один ситуидный процесс, ситгидный. Вот. Типичное использование... Нету ни одной игры нормальной. Типичное использование ситгидного процесса это игры. Когда вам нужно хранить один большой файл higher scores с результатами, разные пользователи запускают игрушку, результаты все записываются в один и тот же файл. Это значит, что этот файл должен быть доступен на запись всем пользователям. Но позвольте, если файл доступен на запись всем пользователям, то пользователи могут там сами вписать какие-то результаты от руки. Так что так делать нельзя. Решение. Мы делаем ситгидный файл, который будет менять группу ID у процесса на группу, скажем, games. Мы делаем файл с результатами, доступным на запись доступным на запись группе games. И тогда запись в этот файл может быть совершена только процессом, который является членом группы games. То есть обычный пользователь туда записать не может, а вот запуская игру, которая туда пишет, любой пользователь может обновлять содержимое этого файла. Получается вот то, чего мы хотели. Общий файл, в который доступ имеется только с помощью запуска специального процесса, то бишь игры. Такие вот дела. Более интересное... А, ну вот, скажем, я сейчас запущу программу суду. Она устроена точно так же. О, видите? Кстати, в этом варианте ее можно запускать только членом группы VIL, обратите внимание. Обычные пользователи не могут запускать суду. Члены группы VIL, VIL и RUL, имеют право запускать? Ну, пользователь RUL, понятно, тоже имеет. А что за группа RUL? Что? А это группа RUL, это какая-то внутренняя группа, или она в системе есть? Нет понятия внутренней группы? Есть понятие внутренней Монголии, а внутренней группы нет. Давайте посмотрим файлы TSA Group, мы сейчас там все найдем. Вот она. По договоренности группа VIL, по договоренности это группа, которая, ну, скажем так, группа системных администраторов. Членам группы VIL обычно дозволено чуть больше, чем простому смертному. Вот, например, им дозволено запускать программу суду, что уже говорит о многом, потому что суду это программа, которая позволяет пользователю запускать произвольный набор, ну, произвольный, зависит от произвола системного администратора, разумеется, произвольный набор других программ с произвольными правами. Вот, суду можно так настроить, чтобы любой пользователь, если это отдельно записано в конфигурационном файле, сможет запустить программу от лица другого любого пользователя, в том числе от лица Rupa. Еще одна более простая программа, по-моему, Binsu, иметь такие же точно права. В отличие от суду, которая тонкая настройка, где вы указываете, какой файл, кстати, давайте посмотрим. Все равно... Ага. Вот. Программа SU это просто переключиться в другого пользователя и все. Вот давайте... А, я не помню пароль рута. Я помню пароль. Вот. Что мы сейчас сделали? Мы запустили программу, которая позволяет переключиться в другого пользователя. Минус здесь означает, что мы получаем не только права другого пользователя, но все его окружение, его шелл, вообще мы становимся прямо рутом. Вот. Эта программа сама по себе ситуидная. То есть, при ее запуске процесс получает права рута, это значит, что он может выполнить, собственно, системный вызов сет-еуид и получить права кого угодно. Вот. В частности, мы получили права рута. Обратите внимание, что посмотреть файл настройки программу суду, которая называется ETC-судуэрс, обычный пользователь не может. Ну так, security, true obscurity, чтобы не подглядывали. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, какие у него права. Шикарные права. Этот файл разрешен только на чтение и только руту. Казалось бы, что за глупости, но на самом деле мы можем его отредактировать из-под рута, разумеется. Он, конечно, редонлен, но если я сделаю вот так, то он запишет. Помните, процесс с правами UID0, запущенный с идентификатором UID0, то бишь рутовый, может плевать на запрет доступ на записи яички. Вот. Файл примерно так выглядит. Видите, тут, по-моему, нет ни одного процесса, ни одного примера. Наверное, лучше почитать по нему MAN. О, тут прям BNF. Прямо описано, как он должен выглядеть. Довольно сложный, кстати, файл. Вот. Вот, смотрите. Где бы тут пример-то найти? Попроще. все сложные примеры. Любят они сложные? А, ну вот, пожалуйста. Да? Значит, все пользователи, которые входят в список под названием CD-ROM, могут без пароля что делать? Размонтировать CD-ROM, монтировать с вот такими параметрами CD-ROM. выполнять две команды, UMAUNT и MOUNT. Все пользователи, входящие в список CD-ROM, все равно просто список, определяющийся там же в CD-ROM. Или, например, все пользователи, входящие в список вебмастер, вот это было вот здесь, все пользователи, входящие в список вебмастер, могут внезапно получать права, права, права пользователя под названием VVV, и, допустим, редактировать сайт. Ну и так дальше. Вот. Пользователь Joy имеет право выполнять, становиться оператором. Ну и, ну, в общем, вот, 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 вот. В общем, читайте документацию, вам откроется. Ничего удивительного, что с точки зрения обычного пользователя этот файл недоступен на чтение, он доступен на чтение только root. Вот. Кстати сказать, рекомендуется не вот так редактировать файл sudoers, а вызывать программу v-sudo. Дело в том, что вы можете запросто отстрелить, отпилить сук, на котором сидите, сделав этот файл нерабочим. Вот. Поэтому v-sudo что делает? Он редактирует временный файл, потом проверяет его на синтаксическую корректность, а только после этого записывает. Вот. Если я здесь напишу что-нибудь, что-нибудь такое вот, сейчас, что-нибудь вот такое напишу. Ну, не знаю, ну, какое мне что-нибудь. А кто мне переключение на русскую раскладку опять убил? Ладно, напишу вот такое, это не важно. О! Видали? Давайте еще раз его. А, exit without saying. Все. Вот. То есть sudoers что сделает? Он проверит синтаксис, если этот синтаксис ненормальный, он спросит у вас, вы что, хотите вот так вот записать этот файл, вы уверены? Вы хорошо прицелились в свою ногу? Вот. Я же это уже один раз настраивал. О! Да нет, должна переключаться. Почему не переключаться? Я не понял. Ну, ладно. Ненавижу все эти графические интерфейсы. Нет, не хочу. Ладно, бог с ним. Нам на этом занятии не нужно переключения, а для питона я его подстрою. Хорошо. Значит, вот, так, 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 это я сказал. Последнее, что, нет, не последнее, еще есть повторение. Значит, сэдгид устроен таким образом, что он позволяет вообще избежать сэтуидных файлов, а понятно, что сэтгид гораздо лучше. У нас есть только один доверенный субъект, это уидной. И, соответственно, если нам всего лишь нужно разделить какую-то информацию на доступную пользователю и недоступную, лучше ее положить в файл, принадлежащий другой группы, и сделать сэтгидный файл, чем делать сэтуидный файл, который потенциально может сделать все, а ведь он нужен только для доступа, эта программа нужна только для доступа к какому-то конкретному файлу. Это относится, например, к файлу по СВД. Значит, смотрите, у нас есть файл ЭТЦ по СВД, в котором когда-то в очень давнюю пору вот здесь вот он называется по СВД, потому что в нем раньше хранились пароль. Потом вместо пароля там стали хранить хэши от пароля, ну, чтобы нельзя было прямо подглядеть в этот файл и все узнать. Потом выяснилось, что поскольку этот файл доступен на чтение всем, а так вышло, что он доступен на чтение всем, там есть нужная информация для пользователя. Например, полное имя, идентификатор, именование, шелл, каталог, дайте в конец подойдем, вот здесь вот, домашний каталог, шелл, короче говоря, файл ЭТЦ по СВД должен быть доступен на чтение. То даже тот факт, что там есть какие-то хэши, а вовсе не пароли, невосстановимые хэши, не означает, что потом к этим хэшам нельзя подобрать пароль брутфорсом. Даже наоборот, можно. Соответственно, упрятали содержимое пароля в отдельный файл, который называется ETC Shadow, где лежит все то же самое, вот здесь вот лежит пароль, а вот здесь лежит какая-то информация относительно, по-моему, времени его создания, я уже не помню. Но выясняется, что и это не очень безопасно. Предположим, кто имеет, кто хочет, какая программа захочет писать файл ЭТЦ ШЭДУ. Например, программа по СВД, которую пользовательский пароль меняет. Внимание, вопрос. Если вы хотите поменять пароль кому-то, то вы кто? Системный администратор, та рут. Из-под рута можно поменять пароль кому-то. Если вы хотите поменять пароль себе, зачем вам доступ к файлу, в котором лежат пароли всех? Вот этот самый ETC Shadow. Хорошо, не пароль, ключи. Правильный ответ, незачем. Поэтому, ребята из Openwall Linux, это такое сообщество, которое делает очень-очень-очень защищенный дистрибутив Linux. Они все исходные коды глазами читают и верифицируют. Если им не нравится, то исправляют. Вот. Или выкидывают, да. Все, что вот в глаза бы мои не видели, сказал он и удалил кусок текста. Вот. Значит, конкретно для паролей придумали схему, которая является общей схемой системы безопасности, ну там, схемы безопасности Trusted Computer Base, сокращенно TCB, вот, которые в принципе устроены таким образом, что пароли не хранятся в одной куче, а хранятся они в таком вот виде. Давайте попробуем, посмотрим. ETC, TCB. Вот каталог ETCTCB. Обратите внимание на его права к этому каталогу. Права на каталог ETCTCB следующие. в них может, ну, для ROOTA понятно, всем все равно. Для члена группы Shadow разрешено только использование этого каталога, то есть, только получение доступа к файлу в нем находящемся, если мы знаем имя этого файла. И, наконец, для всех остальных, то есть, не ROOTA, не член группы Shadow, этот каталог вообще запрещен. Вообще запрещен. В этом каталоге есть, как вы видите, подкаталоги, соответствующие всем пользователям, которые в данный момент заведены в системе. И права на эти подкаталоги очень простые. Их разрешено использовать только пользователю, членам группы Out, но еще там сидгид стоит, чтобы все файлы, которые там заводились, были членами группы, принадлежали группе Out. Это нужно для того, чтобы процесс с правами Out мог бы посмотреть туда. Ну, давайте посмотрим, ну, не знаю, Python. Тогда мы ну, хорошо. И вот в этом-то в этом-то подкаталоге лежит файл, принадлежащий текущему процессу, Shadow. Как раз там лежит ключик. Я не буду его показывать, хотя там ключик очень надежный, но все равно показывать не буду и соображений не буду. Вот. Что мы получаем в результате? Обычный пользователь не может вообще получить доступ к этому файлу. Смотрите. Да, ну, мы видим это хорошо. Каталог etc.cb доступен только пользователю root или члену группы Shadow. Каталог etc.cb Python доступен только пользователю Python или группе Auth. То есть, если вы не являетесь одновременно пользователем Python и членом группы Shadow, вы не можете получить доступ к этому файлу вообще никак. Никто не является членом группы Shadow. Ни один пользователь. Ну, root, естественно, на все это хотел плевать, но про root мы пока забудем. Таким образом, вы не можете поменять содержимое вот этого файла, если только не запустите какую программу правильно SetGidna, которая получит собственно права группы идентификатора Shadow. И эта программа называется PSVD. Вот она. Эта программа SetGidna, то есть, при запуске она сохраняет ваш User ID, но получает группу ID Shadow, она и только она, ну или аналогичные ей SetGidna программы, могут в результате получить доступ к этому файлу. Почему? Потому что с одной стороны они являются членом группы Shadow, и поэтому они могут войти в этот каталог и использовать его содержимое. Правда, ничего другого не могут, но этого достаточно. С другой стороны, они принадлежат запустившему их пользователю, потому что User ID не меняется, скажем, пользователю Python. Это значит, что они знают имя Python, они могут получить доступ к каталогу ETC, TCB, Python, и в нем к файлу Shadow его изменить. Таким образом, если какой-нибудь злоумышленник взломает программу EDC по SVD, которая пишет в общий Shadow, то он может скачать или даже записать этот файл и модифицировать чужой пароль. Если пользователь взломает TCB-шную программу Shadow, программу по SVD, он может изменить пароль только себе. Это, собственно, логичное следствие того, что программа по SVD используется либо RUT, и тогда мы ничего ни от кого не защищаем, либо пользователю для себя, и тогда мы должны держать этот пароль просто в отдельном файле. Вот эта технология, когда у вас целевой файл отгораживается от пользователя каталогом, в который он не может попасть по причине того, что у него группа, которой пользователю не принадлежит, называется SetGit Directory Traversal или SetGit Based Directory Traversal, чтобы было понятно, что это проход директории, основанный на SetGit процессе. И домашним заданием на прошлый раз было бы, если бы это все активно было рассказано, было бы еще раз для себя убедиться, как это работает. Это работает именно так, что запускается SetGit процесс, тогда только он сможет попасть в этот каталог, и только после этого этот SetGit процесс, одновременно принадлежащий пользователю Python, может залезть в каталог и SetCB Python и модифицировать это так. Последнее, что очень вскользь хочется повторить, хотя, конечно, было бы интересно про это поговорить подольше, это, что модель субъектных прав доступа, она, вообще говоря, не очень гибкая. Смотрите, ну, для начала у нас есть три разных права доступа и только один вид групп. Стало быть, мы не можем сделать файл, который одной группой доступен только на запись, другой только на чтение, а третий, скажем, только на использование. У нас есть только один триплет для группы. Вот. Другое дело, что мне, честно говоря, так вот сразу в голову не приходит workflow, когда нам нужно сделать один и тот же файл доступным или один и тот же каталог доступным для разных групп на разное. Ну, какой-то такой файлообменник, да, одни кладут, другие забирают. То есть одним только на запись, другим только на чтение. Ну, все равно это такая, ну, вот некая искусственная ситуация. Вот. Другой более важный аспект, недостаток состоит в том, что мы не можем сделать такие точечные разрешения или точечные запреты. Всем можно, а Васю Пупкину нельзя. Или всем нельзя, а Васю Пупкину можно. Для этого мы должны, это можно, вот эти точечные запреты можно смоделировать с помощью групп, но для этого мы должны перелопачивать всех пользователей, добавлять специальную группу, в которую все пользователи будут включены, а данный пользователь, вот если мы хотим ему запретить, не будет включен. Переправлять все файловые объекты на принадлежащие вот этой новой группе. Ну, короче говоря, любое изменение прав доступа для отдельного пользователя на отдельный список объектов с точки зрения субъектной модели означает изобретение нового множественного субъекта. А это дорого и идешь и как бы мутно и так дальше. Поэтому более гибкой считается модель субъект объектных прав доступа, когда у нас в игре не только идентификаторы пользователя, но и уникальные идентификаторы объекта. То есть фактически такая полная субъект-объектная модель, это такая огромная таблица, где перечислены все пользователи, даже трехмерная таблица, все пользователи, все способы доступа и все объекты системы. И для каждого объекта написано, какой пользователь что может с ним делать. Как вы понимаете, если мы такую модель пытаемся наложить, ну, например, на файловую систему, у нас размер этой таблицы многократно превышает размер самой файловой системы. Или, по крайней мере, количество элементов в этой таблице многократно превышает, их там столько, их там во столько раз больше, чем количество файлов в файловой системе, сколько у нас пользователей. Поэтому никто статическую модель субъект-объектную не делает никогда, а вместо этого делают такие специальные механизмы прав наследования, что вот, допустим, мы на каталог накладываем целый ACL, ACL как раз про это, про то, что мы можем про конкретный файл сказать, какой пользователь что имеет право с ним делать, а что не имеет. Вот. Что? Для каждого файла отдельно. И некоторые дополнительные, и некоторые правила умолчания и наследования, допустим, что накладывает каталог на те файлы, которые в нем участвуют и так дальше, но тем не менее это все равно потенциально очень много места занимающая, хотя и совершенно гибкая модель, а вот субъект-субъектные, как вы понимаете, измеряются битами. То есть, для того, чтобы нам достаточно хорошо рулить права доступа с помощью обычных атрибутов, нам достаточно 12 битов при каждом файле. Для того, чтобы использовать всю мощь ACL, нам при каждом файле неизвестного размера табличка должна быть. В этом большой недостаток. Второй недостаток состоит в том, что если мы очень-очень активно используем ACL, то мы можем в них запутаться. В такой-то группе всем пользователям, которые заходят в этот каталог что-то разрешить, там дальше будет каталог, потом будет написано, а всем пользователям, которые заходят в этот каталог, что-то запретить, а потом снова что-то разрешить. Эти разрешения запреты друг на друга наложатся, а мы не можем полную таблицу рисовать. Мы должны обязательно какие-то использовать наследования. И в результате получится, что у нас откроется каталог, в котором всем все можно. Поскольку в Windows, например, используется как раз, там единственный способ, на самом деле, управления правами доступа, это как раз access control list. И я много раз видел на сетевом диске, что путем неаккуратной манипуляции ACL-ами некоторые категории пользователей внезапно, там целые деревья каталогов с установленным софтом внезапно оказываются им доступны на запись. И они могут их просто удалить. И иногда это делают. Потому что наложение вот этих друг на друга вот этих фильтров иногда приводит к их взаимной аннигиляции и чем-то еще. Управлять субъект объектными метками доступа довольно сложно. К сожалению, я не хочу уже дальше, мы уже и так потратили почти час на повторение, не хочу дальше говорить про еще всякие штуки, еще всякие штуки, связанные с теми же атрибутами, с дополнительными правами доступа атрибута файлов, например, мандатные способы предоставления доступа, когда у нас само решение о предоставлении доступа принимается не на основе сравнения каких-то меток, а на основе каких-то хитрых вычислительных алгоритмов, в которых участвует время, например, текущее, еще чего-нибудь, вот, ну и так дальше, и так дальше. К сожалению, время на этот повтор не остается, а мы лучше пойдем дальше. Да. Смотрите, права доступа на файл это свойство и нода, свойство индексного дескриптора. Hardlink это имя для того же самого индексного дескриптора, да, совершенно справедливо. Но, если, например, у нас этот файл лежит за setgit директори, вот, если до него доступиться нельзя, потому что путь до него недоступен, то Hardlink куда-нибудь в доступное место сработает. Вот, это довольно важно. Значит, ну вот, я довольно много посвятил повтору, на всякий случай, вот, а то мало ли что. Я все сказал, что хотел. Значит, сегодняшняя тема, ну, со всей очевидностью, она немножко сокращенная, ну и ладно. Сегодняшняя тема, выйдем отсюда, это, их, собственно, две. Главный тема, это, как сделать работу в командной строке поудобнее. Потому что, я вот так вот ловко манипулирую всеми этими тюлитами, вопрос, как сделать это еще ловчее. Потому что, на самом деле, такая вот штука есть, на самом деле, классический Shell, у него даже редактирования командной строки нет. Вот это я стрелку вверх нажимаю. Ну, в общем, или там, не знаю, неудобно. Вот. К сожалению, нам не хватает времени на то, чтобы вообще рассказать о том, что есть разные виды Shell. Вот я запустил сейчас очень простецкий Shell, который называется Dash или Ash. А тот Shell, с которым мы работаем по умолчанию, это Bash. Такой прям классический Linux-овый Shell, который есть практически в любом Linux, который вы ставите. Вот. И у него очень много всяких дополнительных фишек удобных для того, чтобы работа в командной строке была приятной. Ну, например, подсказка. Как видите, эта подсказка не просто подсказка, она цветная. Она отслеживает, в каком каталоге вы находитесь. Вот. А она... Это имя пользователя, а это имя компьютера. Вот. И она вполне себе настраиваемая. Сейчас попробую показать. Вот я захожу на другой компьютер. Нет, я захожу на другой компьютер. Что не так? Вот. И вот видите, у меня там подсказка выглядит по-другому. Это имя пользователя, это... Наоборот, это имя пользователя, это имя компьютера, это текущий каталог, изображающий тильдочкой. Не знаю, говорил или нет, очень удобная штука. Чтобы не говорить домашней каталог, не текущий, домашний каталог изображающий тильдочкой. Чтобы каждый раз не говорить там slash home, слышим и пользователей или даже dollar home. Можно говорить просто тильдочка. Вот. Да, но это мой рабочий компьютер Ну вот, а дальше все то же самое, конечно Разумеется, настраивается Мы уже знаем как Настраивается раскраска этой штуки Мы там эскип-последовательности выводим специального вида Ну и так дальше, и так дальше Вот, как это настраивается Есть специальное переменное окружение PS1 и PS2 Ну PS1 на самом деле самое главное Вот видите, как устроено Вот это вот раскраска Это имя пользователя Это имя хоста Это опять раскраска Это текущий каталог А это просто доллар Это опять раскраска То есть это не просто переменное окружение В том смысле, что когда Shell в нее смотрит Он заменяет вот такие последовательности На имя пользователя, имя хоста Текущий каталог, ну и так дальше Вот Есть еще PS2, кстати По-моему, даже PS3 Боюсь соврать Да А, ну это понятно, что Сейчас Это вот это Если вы открыли кавычку Вот оно Закрыли кавычку Вот PS3, по-моему, нет PS3, по-моему, есть в Bash В Z-Shell Есть Помимо, значит, да Вот здесь вот использовался Bash А вот на той машине, на которой я заходил с PSH Там используется Z-Shell Он вроде как считается еще более крутым, чем Bash Но у нас, наверное, не хватит времени Изучить тонкое различие между тем и этим Подсказка Вы эту подсказку можете переделать Например, написать что-нибудь типа PS1 равняется Что там Вот, пожалуйста Текущий каталог и пользователь Ну, в общем, вы меня поняли В документации В документации, я думаю, сказано довольно много И чё? Оу Я что-то сделал не то Ну, ладно В документации, я думаю, сказано довольно много Того Чего можно Чего можно засунуть Вот в эту самую строку подсказки Да Ну, в документации, маневр, инфобаш, наверное Вот так вот Самый простой способ И тут вот Давайте поищем PS1 Так Вот Follow Printing and Prompt И он поехал, видите Много-много-много-много-много А, у нас теперь PINFO работает О, красотища PS1 Строка не найдена Ну вот Кстати, это надо посмотреть Это значит, какая-то ещё ошибочка есть Значит, он не заходит рекурсивно туда Ладно Ну вот PS1 Да Там целый язык Что ещё интересного есть? Ну, например, смотрите Почему ELS выводит файлы цветными? Нет никаких цветных файлов Значит, это такой ELS Который Подглядывает в То, являются ли файлы исполняемыми Или они являются каталогами Или являются ещё чем-то И на основании этого Выводит на экран цвет Вот Вообще говоря По умолчанию ELS так не работает Ну, потому что Мало ли, для чего он используется Если вы используете его как Как Ну, в скрипте Было бы довольно глупо Выводительские последовательности В составе имен файлов Вот Поэтому на самом деле Когда мы говорим ELS Запускается не ELS А что-то типа ELS минус-минус колор Вот Как происходит подмена одного на другого? С помощью так называемых алиасов Вот ещё одно удобство при работе в Шелле Когда вы говорите Короткая команда заменять на длинную Вот Ну, какой-нибудь, не знаю, там Ничего интересного тут нет, кстати Ну, вот кроме ELS А, ну, вот ещё какой-то ELL Давайте поменим ELL Дыдыщ ELL это ELS минус Нет, не совсем L, A, P, T, C Значит, L это long A это all А дальше не знаю T это time sort, да? Вот C это в колонке А P, даже не знаю, что Ну, можно почитать Можно почитать в документации Вот Вы можете с помощью команды alias Что угодно ввести туда, да? Например, сделать вот так вот Во Взять и вот сказать Вот Алиас Endate Равняется Date Вот такую вот штуку И у вас получилась новая команда Не на date, а в endate Во Вот Видите? Эти алиасы И вообще другие настройки Shell Вы можете вставить В так называемый Стартовый файл Shell Который называется .bashrc Вот он В котором, наверное, уже что-то есть Вот, например, ELL Sv равняется vim То есть на каждой vim Запускается vim место Вот Здесь же Можно определять Здесь же можно определять Всякие переменные окружения Дополнительные От лекций по питону остались И тут, как видите Еще выполняется ETC-bashrc В котором еще куча всего Давайте посмотрим Тут там еще куча всего Задается Задается командная строка В смысле этот самый Промпт задается PS1 Где там Вот он PS1 Видите Вот И еще, оказывается По схеме .d Всасываются все содержимое Каталога Bashrc.d Тут такое отступление Потому что я не знаю Когда про него рассказывать Расскажу сегодня О схеме .d Представьте себе ситуацию У вас есть некий файл В который вы откладываете Ну, скажем, все конфигурации Один большой конфигурационный файл На все Или один большой Shell-скрипт Который полностью Настраивает Ваше шельное окружение Теперь вы ставите Какой-то пакет Который слегка Модифицирует этот скрипт Допустим Добавляет туда цвет Или добавляет туда Какое-то поведение Связанное с сетью Или добавляет туда Еще что-то Короче говоря Вам нужно При изменении Этого конфигурационного При изменении Всей системы Добавлении Или удалении Оттуда пакета Изменить этот конфигурационный файл Получается Одна неприятная штука Неприятная штука Состоит в том Что ваш Автоматический установщик Или автоматический Удалятель софта Должен редактировать Файл При установке И при удалении А вдруг Системный администратор Там уже что-то Отредактировал Тогда это Это редактирование Свалится с ошибкой Но мы не знаем Какие строчки удаляют Допустим Мы добавляем Десятую и одиннадцатую строчку А когда удаляем Удаляем Десятую и одиннадцатую строчку Только откуда же мы знаем Что это десятая и одиннадцатая строчка Действительно будут такими Какие они были в начале По этой причине Гораздо удобнее Распилить этот файл На кусочки И каждый кусочек Который относится К отдельной подсистеме Хранить в отдельном файле И вместо того Чтобы Использовать файлы Итц.баш.рц Распилить его на кусочки Хранить их Вот в этом каталоге Вот их там Видите сколько штук И Кстати Давайте посмотрим Каким файл Каким пакетом Это принадлежит Я надеюсь Что раз Во Обратите внимание Что Вот эти все Файлы Каждый из них Принадлежит Разному пакету Вот Алиасы Приезжают с пакетом Bash Настройка Настройка Комплишенов О которых мы сейчас будем говорить Приезжает с пакетом Bash Комплишен Настройка Color Prompt Endman Приезжает Приезжает с пакетом Cover Prompt Ну и так дальше Криптопро Какой-то Вот В каждом из этих В каждом из этих файлов Хранятся отдельные настройки Фактически это отдельные Shell скрипты И запускаются они Вот здесь Вот Видите Команда . Это означает Выполнить текущим Shell Вот тот Shell скрипт Вот Ну давайте посмотрим Ну не знаю Вот сюда Стендоут Cat ETC WRC .d Color Prompt Endman О Помните мы там Что-то правили Потому что у нас Лес Показывал Стендоут я правил Вот здесь я правил Стендоут показывал Не то что нужно Ну такой типичный Линуксоидный подход Да Мы считаем Что существует Только один вид терминалов Один способ изменения цвета И мы туда их Вбиваем ногами Ну Пускай это будет на совести Автора этого пакета Вот Тем не менее Да Схема понятна Удаляем пакет Color Prompt Endman Вместе с ним удаляется Этот файл А BHRC Исходный Не редактируется Не меняется Очень удобно Мы об этом еще вспомним Когда будем говорить Про пакеты Ближе к концу семестра Отступление О схеме .d Закончено Да Представление одного файла В виде В виде Множества файлов Каждый из которых Отвечает за отдельный кусок Ну кстати Вот Алиас Надо было посмотреть на Алиас Которые приехали с Шелом Алиас Даже в баш профайл Профайл Нет В баш РЦ Вот Все Теперь Всякий раз Когда вы будете запускать Интерактивный шел То есть шел Который взаимодействует С пользователем Будет выполняться Вот эта точка Баш РЦ И у вас будет возникать Алиас Ну давайте запустим Очередной терминал И увидим Что он там Вот Вот В отличие от баш РЦ Который запускается Каждый раз Когда вы запускаете Очередной интерактивный шел Баш профайл Запускается только один раз Когда вы входите в систему По-моему Вот Ну в общем Без особой разницы Но все-таки Все-таки Нам нужен Нам нужно Иметь это ляс Всякий раз Когда мы Когда мы запускаем Интерактивный шел Чтобы Чтобы индейт работал везде Вот Теперь значит Относительно комплишнов Про которые Я уже упоминал Мне кажется Я про них уже говорил Эта штука Да Давайте проверим Давайте посмотрим Документацию На самом деле Запускается Я ошибся А нет Логин шел Нет Не запускается Только если он запускается Как логин шел То есть Если вы специально Отмечаете Либо Если вы только Входите в систему Либо Если вы специально Отмечаете Запускаете баш С ключом минус-минус Логин Вот тогда Вы запускаете профайл Если вы запускаете Только Только Да и соответственно При выходе из него Запускается баш Логаут Ну или баш Логин Там Есть некая логика При входе И баш Логаут А вот Если вы запускаете Любой Ноты Логин шел То тогда Запускается баш Рц Интерактивный Интерактивный Но не логин Баш профайл Или баш Логин Запускается только При логине При этом Если я сейчас Пишу слово баш То баш Рц будет прочитан А баш профайл Нет А вот если Напишу баш Минус л Я уже так делал Вот тогда Будет прочитан Баш профайл Тоже Вот Ну давайте Теперь Теперь это докажем Раз уж Пошла такая пьянка Профайл То что баш Рц все время Запускается Мы видели Потому что Алиас Работает теперь Да Вот Давайте здесь Напишем Наши любимые Куклы Вот Значит Вот смотрите Запускаю баш Баш профайл Не сработал А Баш рц Сработал Потому что Endate работает Да Говорю Баш минус л Опа Это то же самое Что баш Минус минус логин Он запускается Как логин шел И в этом случае Запускается Пар Ну Просто баш Нет Все как надо То есть Собственно Если баш Считает Что он логин шел Он кушает профайл Если не считает Кушает только баш Что оно Какое оно А ну да Да Так Теперь Комплишен Да Достраивание Очень удобная штука Я пользуюсь Абсолютно на интуитивном уровне Вот Вот такие вот хреновины Когда возникают на экране Это значит Что я воспользовался Комплишен Вот Что собственно я сделал Я нажал Ну допустим Самый простой способ Самый простой способ Использования Комплишенов Это когда мы Размотаем с файл Видите какое количество файлов Вот Допустим Я хочу Ну не знаю Что тут такое есть Довольно удобное А ну вот допустим Допустим Прекрасно Допустим Какая-то Какая-то Какой-то Кроссворд Да А черт А почему Вот кто Ладно Потом настрою Ну ладно Ну нет русских букв Хорошо Вот тут есть Какие-нибудь Не знаю Err.asm Он слишком короткий О Смотрите Вот есть файл С которым я хочу работать Вот этот Значит Все хорошо За исключением того факта Что мне лень писать Все эти буквы Вот Допустим Я хочу Начать его редактировать Я знаю Что он начинается На букву С Я знаю Что на С большой Я знаю Что файлов Начинающих на С большой У меня в каталоге Мало Один Поэтому Вот В тот момент Когда я набираю Имя файла Я могу нажать Tab И произойдет Достраивание Completion Причем Shell знает Что поскольку Команда уже набрана То Скорее всего Ее параметр Это имя файл Ну и тут Какой-то Какой-то Код на питоне Еще на первом На втором С давних пор Тут отложившись Вот Оу С декораторами Вот То же самое То же самое Ну вот Ага Значит Чуть более хитрая штука С ситуацией Когда файлы Неоднозначно Неоднозначно Определены Я вот говорю Допустим Там не знаю Диа Дальше говорю Первую букву К Нажимаю Tab Ничего не происходит Почему? Потому что у нас есть Кроссворд маленькими буквами Кроссворд большими Нажимаю два раза Tab И она мне Вылазит на экран Список всех слов Которые В которые Могла произойти Completion Собственно Оно остановилось На Неоднозначности Хорошо Набираю две буквы КР Вот я сейчас Нажму Tab И я думаю Что оно достроит До слова Кроссворд Видите? Tab Два раза Теперь вот что? Ну там Точка Допустим Ну допустим Диа И вот она Запустила программу Которую Какой Что за кроссворд? Я не помню Что это за кроссворд? Какой это кроссворд? А это моя старшая дочка Делала Ситро Буфет Что там? Подписка Мишка Дениска есть? Мурзилка есть Ну короче Я думаю Вот Некоторые вспоминают Клоун Яблоко Я думаю Вы можете вспомнить Что это был за рассказ Вот Дело не в этом Да? Значит смотрите Механизм такой Либо вам Выводится список файлов Которые соответствуют Уже набранному Комплишену Либо Вам выводится Уже целиковый файл Если 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 Того что вы Того что вы набрали Достаточно Вот Того что Ну не важно Это zip-архив Того что вы набрали Уже достаточно Для Работы Это Это Комплишен Имен файлов Который Работает Который придумали Очень давно И Который Работает Во всех Шеллах Ну вот Кроме Самых 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 Примитивных Вроде Дэш На самом деле А да Ну второй Это Комплишен Разумеется Команда Если я нажимаю LS Нажимаю Tab Шелл понимает Что первое Слово в строке Это команда И он мне выдает Список команд Которые начинаются На LS Ну не знаю Там Вот она В результате Я построил Команду LS-PCI Понятно Что так Довольно Ну Проще написать LS-PCI Это всего 5 букв Но Если эти названия Команд большие Или Если вы до конца Не помните Как они пишутся LS чего-то там А чего LS Я забыл То вот вам Все LS Которые бывают Оу Я даже не знал Существование Такой команды Это штука Которая Своим образом Представляет По СВД А И сколько процессов От этого От этого человека Запущено Слушайте Никогда не знал О существовании Команды Только сейчас Все видно Ну вот Ну или там Вот такая Список блочных устройств Достроивание команды Если шел видит Что у вас Первое слово Он считает Что это команда Ну и дальше понятно Гораздо интереснее Другую В продвинутых шелах В баше В задшеле Шел может догадаться Что то Что вы сейчас набираете Это не команда И не имя файла А скажем Название параметра И вместо того Чтобы Вместо того Чтобы подсказать Список файлов Он видит Что это начало Начинается на минус А если это минус То наверное Это какие-то Ключи Ключи чего Ключи программы ЛС Получается Более разумное Более интеллектуальное Комплишн Когда Ваш шел Догадывается Чьи именно Параметры В данный момент Нужно подставлять Вот у ЛС Вон сколько параметров На самом деле еще больше Да Ну Тогда не знаю Ну Вот например Вот так Ой Как Ну минус Это Не помню Как будет Вот Это Минус-минус Айноут Или ключ Минус и Вон Левая колонка Выводит Уникальный Идентификатор файла Иноут Вот То есть На самом деле Современные шеллы Они помимо Вот этих простых Механизмов Достраивания файла Достраивания Программы Содержат в себе Еще Такие Громадные наборы Вот этих Достраиваний Для Разных Случаей жизни Тут Имя файла Естественно А вот тут Уже Например А Давимый Нету Какая Жалость Ну В общем Понятно Для чего Еще Может быть А сейчас Давайте Посмотрим Баш Для Для Кучи Всего Есть Каусей А он Не стоит Каусей А какая Жалость Ладно Времени Нет Поставил Показал Вот Ну допустим ХЗ Для архиватора ХЗ Например Есть Отдельный Комплишен Который Знает Ключи Архиватора ХЗ Что еще Ну наверное Осталось 10 минут Значит А Слушайте Связанное С комплишеном На самом деле Даже без Комплишен Вы довольно Довольно Свободно Можете Манипулировать Именами файлов Если они Слишком длинны Допустим Вот Файл под названием Там Не знаю Вот Что это такое Я не помню Ну пускай будет Вот Я даже не помню Что это было А Это наверное Было Это наверное Была 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 лекция Были лекции В этом самом В В бирже Ну вот Смотрите Вот есть Есть группа Каталогов Которая называется Python Winter 215 Что-то там Да Допустим Допустим Я хочу Посмотреть Содержимое Каталога Вот Вот этого Понятно Что у нас На экране Есть всегда Copy Paste Я могу Прямо Вот так Написать Вот Ну Ну в принципе Я мог бы Сделать Что Я мог бы Заставить Shell Использовать Механизм File Name Generation То есть Использовать Шаблон Ну давайте Вместо Ech Ech Использовать Шаблон В котором На очень Очень Простом Языке Задания Шаблонов Описал Бы Какие Файлы Из Имеющихся Меня Интересуют В данном Случае Шаблон Со Звездочкой Означает P Любое Количество Символов Old Он оказался Только Один Или Допустим K Любое Количество Символов DIA Он только Один Любое Количество Символов Вот Пожалуйста Три Разных Файла Которые Удовлетворяют Этому Шаблон Что Такого Собстановка Шаблонов Я думаю Никому Здесь Объясня Собстановка Строки Шаблонов Я думаю Никому Здесь Объяснять Не надо Очень Простые Шаблоны Используются В Shell Звездочка Означает Любое Количество Символов Допустим Вопросительный знак означает Один Ровный Символ Видите Вопросительный знак Есть Есть диапазоны О Цифра Точка Что угодно Вот Есть Отрицание Диапазонов Если мне не изменяет память По-моему Вот так Да О Не цифра Точка Что угодно И кажется Все Кажется Кажется Все на языке Задает Шаблон Опять-таки В толстых Shell Вроде Зет Шела Есть какой-то Свой Внутренний Язык Шаблонов Существенно Более крутой Но А У нас нет времени На то Чтобы его изучать Б Он действительно Более крутой И если вы С утра до вечера Только и делаете Что пишете Какие-то Такие штуки На Зет Шеле То имеет смысл Его изучать Я например Поизучал И вообще Это мы уже Вторгаемся В область В область Программирования На Шеле Потому что Там скорее Даже не столько К командной строке Это относится Сколько К тому Чтобы Внутри Скрипта Написать Фитер Для правильного Вида файлов Вот Язык шаблонов Обратите внимание И это очень важно Что Раскрытие Шаблона В список Файлов Производится Шелом Программа Которую Вы запускаете Получает В качестве Параметров Вот это Ей не нужно Программе Жевать Вот такую Ерунду Самой Превращать Ее В список Файлов И так дальше Это делает Шелл То есть К тому моменту Когда будет запущена Команда Эхо От вот этого Шаблона Не останется И следа Вместо него Появится Вот такое Кстати сказать У баши Есть один Довольно Забавный Эффект Если он Если он Не раскрывает Шаблон Он Передает Его В неизменном Виде Программе Это довольно Довольно Неприятно Потому что То ли будет Раскрытие Шаблона То ли не будет В зависимости от того Есть такие файлы Или нет Если вы например Напишите Вот так То у вас Будет выведен Список файлов А если вы Напишите Вот так То у вас Будет выведена АА звездочка А если вы Создадите Файл в этом каталоге То вместо АА звездочку У вас будет Выведено Имя файла Смотрите Ой Вот Некая неприятность Я забыл Какой-то опции Какой-то настройки Шелла Это все Выключается Когда Когда у вас Вот такое эхо Когда у вас Если файл Дженерейшн Не сработал Выводится ошибка Вместо этого Вот зашел так делает Помолчает Сейчас вот покажу По-моему Зешел так По умолчанию Делал Когда вы Говорите ЛСА звездочка У нас пока Вот Видите что он говорит Вместо того Чтобы вывести А звездочка Или там Эхо звездочка Он говорит Не-не-не-не Таких файлов нет У файл Нейм дженерейшн Вот этот шаблон Не подставился А вот звездочка есть Потому что Любимое мной Имя файла Вот Так Последнее Что я хотел Рассказать Сегодня И на этом Мы закончим Но у меня Еще есть Маленькое обсуждение Про тему Следующей лекции Вот Последнее Что я хотел Рассказать Это управление Процессами Значит Мы знаем Что процессами Можно управлять С помощью Кила Мы знаем Что процессами Можно управлять Посылая им Посылая им Команды С клавиатуры Это какой Это Сиг 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 Все-таки Ну хорошо А да Сиг Конечно Все так Вот Это Сиг Это Сиг Видимо Вот это Или Сек 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 Вот это Сик Стоп Да Суспенд И кажется Все Из сигналов Вот Так вот Помните Как Манипулировать Несколькими Процессами Которые Привязаны К одному И тому же Терминалу Их Можно Приостанавливать Пересылать Сик Стоп Где он Вот он Тогда они Пребывают В состоянии Подвешенном Их можно Их можно Их можно Продолжать Работу Посылая Сигнал Сик Конт Вот И тем самым Вот Посылая Им волшебные Сигналы Вы можете Как бы Переключаться Между ними Причем Один из Этих Процессов Может Еще и Вводить Со стандартного Ввода А все остальные Будут работать В форме Вот Ну Допустим У нас Есть Вот такая Штука Что-нибудь Типа Sleep 2 Read A Echo Dollar A Ну допустим Вот так Чтобы было понятно Вот он Две секунды Подождал А Давайте мы Еще Напишем Echo Minus N Чтобы было видно Echo Minus N Вот так Вот он Две секунды Подождал Вот он Написал Echo Minus N Он теперь Вводит A Мы вводим Какой-нибудь A И он Вводит Прекрасный Процесс Который Работает В данном Случа Был запущен Интерактивно То есть Не в фоне Если мы Запустим Этот процесс В фоне Давайте Запустим В фоне Он Две секунды Подождет А через Две секунды Он захочет Ввести Со стандартного Ввода Но Будучи Фонным Процессом Сделать Это не Сможет Система Ему Пошлет Сигнал Сикстоп Если мы Сейчас Посмотрим Это не кошерно Посмотрим Содержимое Процессов Там где-то Должен быть Процесс В состоянии Ты А Тогда все-таки Минус АХ Вот он Отдельный Шелл Который Запустил Этот наш Процесс Вот этот Самый Вот Вот этот Вот Минус Х Что Ну вот он Короче Он сейчас В состоянии Стоп Потому что Он хочет Вводить Со стандартного Ввода А не может Так вот Современные Шеллы Практически Все Позволяют Вот этими Запущенными В фоне Процессом Манипулировать Не по Идентификаторам Процесса Который Нам надо Еще сказать Секунд Например Килл Минус Конт Вот так Это достаточно Сложно Она опять Хочет ввести Я говорю Ты продолжай Он говорит Нет Не хочу А писать им так Форграунд И вот Текущий Зависший Процесс Будет переведен В фоновый Теперь можно Что-то ввести Можно вывести Вот Например Мы можем Запустить Допустим Так вот Слип 600 Динс Слип Слип 600 А здесь Какой-нибудь Слип Там 1200 Вот у нас Есть два Процесса Запущено Оба Они Ой Оба Они сейчас Спят Потому что Они ждут Своего часа Вот Но самое главное Что если мы хотим Убить Мы их можем Убить по Идентификатору Процессора Или Собственно Я к этому К этому К этому Вел Они Текущим Shell Запоминаются Как процессы Запущенные Из текущего Shell И нумеруется Просто Первый и второй Команда Jobs К активному Джобсу Никого отношения Не имеет Показывает Что у нас Запущены Два Задания Вот И когда мы Пишем Kill Мы можем Писать Kill Скажем Процент 2 Это процент 2 Будет Преобразовано В соответствующий Shell Будет Преобразовано В соответствующий Идентификатор И он Узнает Что можно Что можно Было Оказывается Убить Нужно Было Оказывается Убить Процесс Именно Номер 3255 Ну или С точки Зрения Вот Job Control Задание Номер 2 Между Ним Можно Переключаться Вместо Того Чтобы Посылать Им Какие То Сигналы Можете Сказать Проценты 1 И Раз У вас Задание Номер 1 Станет Интерактивным Текущим Ему Можно Сказать Control Z Оно Перейдет В состоянии Стоп И Можно Сказать Процент 1 Вот Так И Оно Перейдет В состояние Опять Background Ну давайте Что ли Процент 2 Когда Когда Задание Переведено В Онлайн Когда Оно Связано По вводу С терминалом То есть Оно Является Интерактивным Вы Можете С терминал Посылать Сигнал Сейчас Скажу Control C Оборвется Именно Это Задание Вот Видите Оп Он Толк Это Довольно Удобно Вы Запускаете С терминала Много Много Всяких В фоне Процессов А потом Между ними Переключаетесь Для того Чтобы Там Какой-то Прибить Из них Ну Или Еще Что-то Делать Вместо Того Чтобы Каждый Раз Делать PS Или PID Смотреть Идентикатор Процесса Убивать И так Дальше Вот Ну Вот Это Чего Еще Не Сказал Про Удобство Чего Еще В течение Минут Двух Трех Можно Рассказать Про Удобство Работы В шейне Кто Что Может Предложить Мышкой Копировать Можно К шейн Отношения Не Имеет Не Имеет Это Свойство Это Свойство Иксов Вот Выделил А Средней Кнопкой Вставил Это Свойство Специальную Мышку Да Нет Нет Я И вот Про Все Эти Околошельные Дела Вроде бы Ничего Больше Да Окей Тогда у Меня Спасибо Я Помню Что Я Что Забыл Ну Окей Тогда Еще Три Минуты Про Историю Значит История Очень Простая Я Опять же Пользовался Повсеместно Вот Клавиша Вверх Перечисляет нам Все команды Которые Мы Только Что Вводили Клавиша Вниз Перечисляет В обратную Сторон Естественно Это было бы Все Не так Интересно Если бы Не команда Ctrl R Reversearch Которая Позволяет Нам Искать В истории Видите Все команды Которые Содержали LS Вот Давайте Еще раз Ctrl R LS Не нравится Мне эта Команда LS Тогда Вот Это Или Вот Это Или Вот Это Или Вот Это Видите Да Ну например Я хочу Вот Это Вот Еще раз Да Ctrl R Начинаем Набирать Командную Строку В И дальше Продолжаем Нажимать Ctrl R А мне Shell Подсказывает Только Те Командные Строки Из истории В которых Входила Подстрока VI Вон Она Ну тут Их Много Да Совершенно Справедливо Допустим Я сказал Вот так Вот А Ну значит Я ее Еще Подредактирую Ну скажем Вот так Вот То есть Когда вы ее Вместо того Чтобы говорить Enter Да Вот когда вы Ищете Вы там Что-то Типа Вот так Вот 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 я Начал Редактировать Она Сразу Вернулась Из Поискового Режима В обычный И дальше Мы можем Что-то Тут Приписать Минус М О А Фейл Все Ни одной Команды В которой Есть Пробел Минус М В этом Шеле Не запускалась Видите Она говорит Фейл Реверс Ну вот Опять-таки С этим Можно и всякие Более хитрые Трюки делать Например Вы можете Определить Сейчас покажу И на этом закончу О Кстати Я на автомате На автомате Поискал команду ССХ Я это Не специально сделал Просто у меня руки Автоматически Нажали Ctrl L ССХ Потому что я помню Что я ходил На свою машинку Работающую Так Там просто у меня Настроено кое-чего Вот смотрите О Баш Вот Вот какая-то команда Вы можете Например Вот так настроить Чтобы ходил По словам У меня для этого Клавиша Пейджа Пейджда Слышит Или например Что там Из полезного Допустим Если вы хотите Последнее слово Которое вы использовали Еще раз Использую Следующую команду Я говорю Эхо И хочу Чтобы вот эта О звездочка Появилась Можно взять Escape Подчеркивание Например Ну или там Не знаю По-моему Точка тоже работает И еще Alt что-то работает Я уже не понял Alt точка работает Вот Это иногда Бывает нужно Например Если Ну не знаю Какое-нибудь Длинное Что-нибудь Ну бог с ним Все равно Вот Наверное Пора заканчивать Значит Вот это вот Escape Подчеркнили Escape Повторение Предыдущей команды Довольно удобно Повторение Последнего Предыдущего слова Довольно удобно Чтобы не писать Не писать каждый раз Одно и то же Вот там Впрочем Напишем Вот это Да Да Длинный путик файл Вот это все Вот мы записали А теперь мы хотим Его запустить Да Или там ВС Что Ну можно было бы Конечно Вот так вот Написать Да Но это неинтересно Лучше писать вот так ВС Точка Вот Работа с историей Очень важная вещь История хранится В специальном файле Текстом В баш Он называется Баш Хистери В Затшел В Затшел Хистери В Затшел Хистери Вот Размер его настраивается Есть такая технология Начали писать команду Какую-то большую команду Что-нибудь такое Вот Вот такое Вот там Не знаю Вот такое Минус L Двоеточие Потом Ёлки-палки Нет Я хочу сейчас еще другую команду выполнить Окей Поставили вначале комментарий Сделали что хотели Убрали комментарий И начали писать дальше То есть У вас В истории Хранятся Невыполненные команды Которые потом Можно довыполнить Там поправить Все Ну например Так Правильно Если вы совершенно случайно набрали пароль То он отложится В В Башхистери Причем Если вы прямо сейчас оттуда удалите А потом выйдете То он туда опять запишется Вот Поэтому нужно сделать так Нужно выйти Войти Удалить Снова выйти Вот Иначе Иначе получится Все Я кажется Выил наше время Значит вопрос У нас тут Если бы не повторение Был бы небольшой блочок Связанный с работой С текстовыми файлами Ну потому что Все файлы Конфигурационные Текстовые Слава богу Подавляющее большинство Вот Они лежат в домашнем каталоге В ЕТЦ они лежат Просто работа с текстовыми файлами Это где-то минут на 15-20 разговор Может быть даже меньше У меня есть соблазн Рассказать про то Про что я уже Давным-давно не рассказывал На лекциях про Linux А именно про работу С регулярными выражениями Мне кажется Что текущая аудитория Текущая аудитория будет интересна Вот Потому что эта вещь Не простая Она требует Некоторого напряжения мозга Но Пригождается в таких Неожиданных местах И так часто Пригождается Когда вы работаете В Средах вроде Linux Где очень много Структурированных текстов Еще она нужна При редактировании Всяких Структурированных текстов Но Допустим Системный администратор То и дело Редактирует структурированный текст Потому что он редактирует Конфигурационные файлы Таким образом Вещь довольно удобная Вы могли видеть Наверное Даже на лекциях Когда я Бессознательно ее использую И по всей видимости Это стоит рассказать Тогда у нас Вся следующая лекция Посвящена Редактированной тексту информации И большая ее часть Посвящена работе С регулярным выражением Окей Все На чем спасибо Вот Если есть вопросы Задавайте Окей Все уже устали Хорошо Тогда до следующего раза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok